Борис до конца, боль временна, триумф вечен. Фраза на все времена от Роя Джонса-младшего в эти дни служила лейтмотивом для всего мероприятия. Первенство страны среди молодых людей 17-18 лет вернулось в Тюмень спустя 10 лет. Заполненные трибуны только доказывают, в городе соскучились по боксу. Прежде всего соревнования отборочной сборной страны для участия в последующих международных турнирах, чемпионате Европы, чемпионате мира. И потом всегда соревнования юниоров – это открытие новых имен, новых талантов. Это дорога в будущее для юных спортсменов, хотя сегодня они и молоды, но они уже достаточно долго тренировались, прошли отборочные схватки. И поэтому важность этих соревнований трудно в мире оценить. Состязания носили имя офицера полиции Сергея Гриценко. Сергей Викторович ушел из жизни 4 года назад. Начальник штаба СОБР неоднократно принимал участие в спецмероприятиях по задержанию членов преступных группировок, изъятии оружия и боеприпасов. Это уникальный человек. Он очень мало, к сожалению, прожил, 48 лет, но, повторяю, он пользовался очень большим уважением у своих сослуживцев и особенно у молодых офицеров. Потому что все пишут о том, что он не жалел времени и делился опытом, чисто как разведчик, контрразведчик. И он очень был хорошим спортсменом. Поэтому он подавал всяческий пример и в бою, как говорится, и в жизни, и в спорте. К сожалению, из девяти тюменских боксеров решающие бои пробился только Иван Смирнов в самой тяжелой категории, свыше 91 килограмма. Иван не подвел болельщиков и по единогласному решению судей одержал победу, которая далась ему очень непросто. Соперник был хороший. Я ему в 2012 на России проиграл. А сейчас подготовился. Четыре года шел к этому. Не выиграл. Как признался сам боксер, кроме домашней обстановки, ему помогло пристальное внимание к поединку своего кумира. Легендарного российского боксера-профессионала Александра Поветкина, который специально прилетел в Тюмень на финалы. Перед ним уж точно нельзя было оплошать. Главной целью в своей начинающей карьере Иван видит успешное выступление на профессиональном ринге. С чем в корне не согласен сам Александр Поветкин. Номер один – это Олимпийские игры. И никакой чемпион мира среди профессионалов с этим не сравнится. Это однозначно. Это, конечно, высокий титул. Профессиональный бокс – это больше, наверное, как уже работа, зарабатывание денег. А Олимпийская медаль – это Олимпийская медаль для своей страны, для своего народа. Это самое высшее, что есть. Самые сильные ребята в нашей России. Уровень, организация отличная. Хотелось бы, конечно, чтобы больше зрителей было. Для этого, наверное, и проводятся соревнования, чтобы популяризировать бокс, именно любительский бокс. Появление в зале экс-чемпиона мира Руслана Проводникова вызвало ничуть не меньший ажиотаж. Прославленному боксеру из игры выстроилась настоящая очередь для фото. В честь Руслана он никому не отказал. А после в интервью отметил отличную организацию первенства. И также поразмышлял на тему, почему все молодые боксеры стремятся в профессионалы. Любительские боксеры, любительские чемпионы, они не настолько известны, как профессиональные боксеры. Давайте возьмем любительского чемпиона мира и чемпиона мира среди профессионалов. Кого больше знают? Конечно, профессиональные. То есть все ребята молодые хотят стремиться к этому. Потому что ставь чемпионом мира среди профессионалов – это известность, это слава и это деньги. Все так думают. Все победители получили не только традиционные золотые медали, но и звания мастеров спорта. Теперь у тренерского штаба юниорской сборной страны определился круг кандидатов для участия в крупных международных турнирах. Естественно, боксеры и почетные гости теперь свое внимание от первенства России переключат на олимпийский турнир в Рио, где нашим спортсменам нужна поддержка всей страны. Редактор субтитров А.Семкин